Ирина Мирошниченко, сегодня у нас с вами опять роспись. Сегодня вообще, как сказала, финал рабочей недели после новогодних праздников. Я поняла, что, блин, так лень, не знаю почему. Каких-то 10 дней ты валял в дурака, и ты так быстро к этому привыкаешь. У кого так, пишите в комментариях. Потому что я сюда на ютуб вышла, а сижу, думаю, а потом уже не нужно в инстаграм выйти, а мне так лень. В общем, всю неделю я здесь в ютубе рисовала, сегодня думала, какие линии показывать. Потому что мы с вами во вторник рисовали дырки, вчера мы с вами рисовали такие неровные линии, асимметричные, вот именно неволнистые. А сегодня, наверное, завитки, что ли. Дорого-богато. Да. И Андер Гипнозис. Давно не работала эта коллекция, в последний раз это было перед Новым годом. Это с небольшим запозданием коллекция, которая выходила у нас как новогодняя. Но она очень классная в плане того, как мы здесь составили композиции блесток. Они получаются не как общий вид композиции, просто по цветам различаются. А здесь, получается, есть два светоотражающих. Один просто из хлопьев. Четвертый из глиттера. Из глиттера. И пятый, шестой. Очень сложно сочиненные блестки. Я туда насыпала каких-то дорогущих блесток, что меня продуктологи думала поубивают. Они очень долго не хотели ввести мне эти блестки. И недавно оказалось, что это вообще магнитные гель-лаки. Прикиньте. Прикольно. Блин, магнитик я не преподаю. А где же я мог магнитик делать? Блин. В общем, да, это такая отдельная шутка. Но они, когда коллеровались эти краски, понятно, что у меня на баночке не было написано, что там магнитный пигмент. Я наколировала, а не наколировала. Вот мне понравился вот этот эффект серебра красивый. Плюс я туда добавила два прозрачных, очень дорогих пигмента. И они в скупе дают очень красиво серебро. Ну, а тут где-то за неделю до Нового года ведут эфир. И кто-то говорит, Катя, это же у вас два тут магнитных гель-лака. Я такая, что, правда? А я такая сижу, думаю, у меня мозг торгует, думаю, я же не проверяла. Думаю, ну, а что бы я проверяла? Мне же никто не сказал из продуктологов, что это относится к линейке магнитов. Потому что когда я коллерую, там у меня есть гигантские столы, большое количество. И там куча-куча баночек расставлено, и там только идут номера. На них не написано, с какими они эффектами. Я просто беру, мне если нравится результат, который получается, я уже передаю в лабораторию, чтобы наколировали большой объем, оттестировали на контроль качества и размещали заказ уже на большой объем блесток. И вот так у меня получился этот раз с серебром. Короче, я схватила, видимо, банку серебряного пигмента, а он оказался просто какой-то гипердорогущий. Ну, как бы я в расчет не брала, что он будет магнититься. В любом случае, мне эти два гель-лака нравятся только потому, что они вот так красиво переливаются. Не от магнита, а просто сами по себе. Ладно, давайте посмотрим. Посмотрим. У меня, кстати, такой порядок, когда у меня сегодня написано. Вот так, это тут вот дочка опять что-то бросила. Мне вчера вы пришли здесь, сделали уборку. Блин, это так прикольно. У меня просто на Кипре не было пять недель. Я приехала, и дочка просто засрала квартиру так, что я такая думала, блин, не, ну, мне лень отмывать это все. Думаю, пусть мне придет кто-нибудь сделать генеральную, и я потом буду поддерживать чистоту. В этой малюсенькой, крохотной квартирке. Андргипнозис. Кстати, название очень соответствует, на самом деле. Прямо про это. Как всегда, набор. Набор из шести гель-лаков. Объем, кстати, есть не только 9 миллилитров. Эта коллекция есть в объеме и 6 миллилитров. Вот, имейте в виду. В подарочек, что здесь идет. В подарочек идут ложечки пустые, наклеечки. Выкрашиваете восками. И здесь, кстати, идет еще слайдер. Но я его то ли в России забыла. Короче, здесь еще в подарок идет прикольный слайдер. Я им работала весь декабрь. Вот. Смотрите, как красиво переливалось. Слушайте, ну я же вам за магнитный гель-лак сказала. Надо же теперь показать. А, набор. Ну я сегодня не обещала его показать. Я говорила о том, что ожидается новый бокс. Да, будет новый бокс. И они раскрывают тему нового бокса. Потому что они у нас все тематические, лимитированные. Вот. И в этот раз, мне кажется, такой классный бокс будет. С очень классной идеей внутри. Я очень давно это хотела воплотить в жизнь. И я так думала, что, кстати, этот бокс я буду периодически раз в год повторять. И мне кажется, мастера будут покупать это не для клиентов, а чисто для себя. Этот бокс будут покупать. Вы потом поймете, почему. Ну, смотрите, видите. Прекрасные 397 и 398 гель-лаки я колевала не для того, чтобы использовать их как магниты. Понимаете, они роскошны просто сами по себе. Ну, вот небольшой бонус обнаружился. Они еще и магнитные. Так, давайте найдем магнитик. Я точно помню, что я магнитик привезла. Правда, у меня такой магнитик стрёмный. Мне надо попросить с южной части, чтобы мне Маша привезла какой-нибудь нормальный сильный магнит. Потому что я когда улетала из России, нифига не нашла у нас на этаже в кабинете. Смотрите, пока смотрите на выкраску в матовом и глянцевом исполнении. Так, магнит. Блин, я точно помню, что я чемодан разбирала, и я магнит находила. Блин, вот прям вот... Слушайте, можно я с вами вот так вот сейчас поболтаю? Я хочу найти все-таки... Сделайте, пожалуйста, пластину кружева, как слайдеры кружева. А, у нас есть пластина кружева. Почему? Есть очень классная, я часто ею работаю. Вот кто-то пишет, что взяли в объеме 6 мл, но он быстро уходит. Цвета правда офигенские. Мы очень долго думали, какую делать новогоднюю коллекцию. Я все металась. Думаю, какой-нибудь такой вот наколировать композит, чтобы вот не повторялось. Вот, ну, мне кажется, у нас получилось. Сейчас. Ой, господи. Ты просто помнишь, что я брала магнитную? Убила. Сейчас. Почему я так плохо подготовилась к эфиру? Даже я могла надеть магнит. Так. Надо визуализировать. Представлять, что я не нашла магнит. Блин, обидно, короче. Я его не нашла. Вот уж я его засунула. Ладно, короче, в заднюю. Давайте рисовать. Так, будем рисовать. Рисовать. Поехали. Сейчас подумаем, какой фон выбрать для бензилечков. Наверное, сделаем вот такой вот градиент. Возьмем светоотражающий и вот эту кошку. Магнитный гель-лак. Но мы его магнитить не будем. Я вообще магниты не очень люблю. Вот честно. Не знаю, почему. Красивый. Светоотражающий. Видите, их два. Но мы сейчас возьмем графитовый цвет. Они очень пастозные. Концентрация блесток очень высокая. В принципе, при желании можно положить в один слой. А это вот как раз 398-й. Тот, который один из магнитных. Но он просто прекрасен сам по себе. Без магнита. Это то, чем я сейчас хочу поработать. 397-й. Боже, понимаете. Он просто прекрасен. Потому что я постаралась сделать высокую концентрацию. Из-за этого этот гель-лак себестоимости очень дорогой. Потому что я туда нафигачила этих блесток. Чтобы не было прозрачности при покрытии. Это вот как раз то, что с хлопьями. Золото. Прям роскошный золотой. Это такой цвет, знаете, которого много не бывает. Так, и который как раз с глиттером намешан. Красивый такой. Практически черно-зеленый. Тоже офигенский. Так, ну а мы с вами. Я, кстати, смотрите, тут вчера вечером пластилином баловалась. У меня просто здесь есть Ace Base. Я с собой привезла новенькие. Они такие хорошенькие. Я вот прям не могу. Хочу следующий маникюр на большую длину сделать с Ace Base. Но использовать их не как моделирующий материал. А как, ну просто цвет. Потому что на такую длину, как у меня, нанести Ace Base. Там вообще, блин, перевод продукта будет жалко. Так, сейчас, извините, еще никак не привыкну. Ну, чтоб ты с дом. Что ж такое? Поехали. Кто вчера эфир пропустил, посмотрите обязательно. Вчера роскость была тоже интересная. Мы еще нарисовали вот такие линии. Это со вчерашнего эфира Типса. Посмотрите, обязательно я два варианта делала. Так, а сейчас мы кое-что другое сделаем. Вкладываем гель призмы. Ой, да-да, точно. Ты прям классно сказала. На Ace Base гель призмы будет классно. Прям вот мне сейчас захотелось в себе что-нибудь такого няшечного походить. Но Ace Base, они, конечно, вкусные. Где у меня выкраски? Ладно. Сейчас давайте делаем переход. Я вам Ace Base выкраску покажу. Я его с собой привезла. Это как раз вот который магнитный гель-лак. Посмотрите, какой он роскошный. Посмотрите, сколько я наваляла туда этого глиттера. Он же просто восхитительный. Ну вот-вот. Можно, понятно, чтобы там вымочивать? Пожалуйста. Но я этот цвет рекомендую именно использовать как есть. Чисто видите. Так, сейчас делаем мы с вами легенький градиент. А потом приступим мы к завиткам. Вообще, наверное, завитки-то одни из самых сложных линий. Всегда они тяжелее всех даются на базовом курсе росписи. Сейчас я покажу, наверное, с тенью. Мы сначала нарисуем тень под будущие завитки, а потом сделаем уже саму работу. Я, кстати, давно очень не рисовала завиточки. Кстати, я, знаете, что заметила? Когда что-то долго не рисуешь, а навык пропадает. Очень сильно пропадает навык. Просто в один слой. Смотрите, по-сухому. Вот этот светоотражающий. Прекрасно. Суши. Сейчас бы этот светоотражающий показать, как он светится. У меня, блин, нормальных лампочек нет, которые бы светили. Можно, конечно, сейчас взять вот этот UV. Посмотреть, это будет видно или нет. Да, ненеченько. Сейчас. Нет, не видно. Хоть иди фонарик для вас покупай, чтобы светоотражающий показывать. Итак, пока у нас сохнет фон, показываю вам выкраску. Где мои выкраски все? Смотрите, какая красивая выкраска Ace Base. Вкусняшки. Так мы не выпустили Ace Base ярких цветов. Очень долго и девочки просили. Я все вмешали. Но мне все что-то не нравилось. Потому что Ace Base, это же база. Но она очень плотно-плотно пигментированная. Очень плотно пигментированная база. И ее нужно накладывать как глубокое покрытие от кутикулы. И я вот посмотрела, как технологи это все накладывали. Короче, если она яркая, какой-нибудь черный, красный. Ну так немножечко геморройно. А когда она вот такая пастельненькая, как-то хорошо. Вы видите, какие цвета. Они же просто вкусняшечки. Красняшечки игрушечные. Все, мои следующие ногсти после бокса Dolce будет Ace Base. Единственное, что я не буду прям сильно ими моделировать. Как слайдер кружева. Вы имеете в виду кружево от Dolce? Да? Я, возможно, вас неправильно поняла. Вам нужно, как в боксе кружево, сделать пластину. Да? Сейчас мы посмотрим на это кружево. Вот это вы имеете в виду? Скажите «да», если я вас правильно поняла. Если «да», то «да», надо будет сделать тогда. Сделаем на осень тогда. Потому что сейчас тоже все, весна-лето выходит. Уже все на складе лежит. Так, здесь я перекрою промежуточным теклосом. И чтобы было мне комфортно делать роспись. Чтобы мне было комфортно делать роспись. Сушу. В это время я хочу сделать тень. Тень я также буду делать при помощи теклоса и при помощи черного гирлака. Смотрите, как это будет выглядеть. Кому сегодня так же лень работать, как и мне? Почему? Так, я думала, сейчас забью. Не выйду в эфир. Скажу, света не было. Потом думаю, блин, ну нет. Мне же надо раскачивать этот YouTube. Я на него забила на 10 лет. На этот YouTube. Надо все заново начинать. Так, делаем такую тень полупрозрачную. Да, увидели черный гирлак и этот же теклос. И мы сейчас сначала как раз наметим, где у нас будут идти будущие вензелечки. Здесь вот в верхней зоне как раз нет смысла, да? Так, сейчас, секундочку. Сейчас сильно не паримся. Примерно располагаем, где у нас будет что. Сама роспись пойдет уже аккуратненько и сверху. Я, видите, специально делаю пожирнее. Сейчас, когда делаю роспись, комментарий не смогу ваши читать чуть попозже. Так. И такие достаточно крупные. Что-то решила рисовать. Не знаю, почему захотелось. Так. Подсушили. Подсушили, подсушили. Так. Где тут что? Мне не видно. Сейчас я чуть-чуть ожирню. Все, сделали. Такой грязный достаточно подмалевок. Сильно мы на нем не сосредотачиваемся. А вот теперь мы берем уже краску для росписи. И для росписи уже, для тонкой, художественной росписи. Я беру без липкости краску. Кто-то скажет, что вензеля сложно рисовать им пастой. Для меня легче, потому что она стоит на месте. Она у меня стоит на месте, никуда не двигается. Сейчас бы, кстати, было бы классно ажурное серебро. Ну, ладно, и так сильно празднично будет. Поэтому мы с вами возьмем, наверное, сейчас просто белый рафинад. Белый рафинад. И, наверное, сделаем не белым, знаете, а такой светло-серый цвет. Поэтому мы возьмем сюда черную пасту. Блэкстан. Поверхность у нас уже без липкости. Поэтому импаста будет хорошо скользить. Кисточка будет с ней хорошо скользить. Что такое, знаете, не ярко. Что у меня тут вся штучка такая какая-то. Да, такой светло-серый. Если чувствуете, что вам хочется чуть-чуть пожиже, для вензелей иногда это хочется сделать. У нас классный разбавитель импасты. Может быть, Т-класс. Но это прям совсем чуть-чуть только. Прям капельку добавляете. И у него свойства не меняются, но он чуть-чуть пожиже становится. Кисточку. Убираем с нее излишки импасты, чтобы волосинки склеились и превратились в иголочку. Вот она превратилась в иголочку. И вот теперь на эту иголочку можно набирать маленький шарик импасты. Так, что я еще предлагаю сделать? Смотрите, я сейчас предлагаю перекрыть финишем все-таки поверхность. Извиняюсь, что я этого сразу не сделала. Я хочу, чтобы импаста, вензеля вот здесь у нас остались просто уже сверху ничем не перекрыты. Поэтому нам нужно сейчас выровнять поверхность. Подмалевка. Все, сушим окончательно финал. Это уже финал. Все, это финиш. Покрыли. И теперь уже мы работаем краской без липкости. Потом мы ее дополнительно ничем перекрывать не будем. Потом уже дополнительно ничем перекрывать не будем. Все, и теперь поехали. Смотрим на тот подмалевок, который у нас был. И не спеша, никуда не торопимся. Примерно ориентируемся на вот этот подмалевок, который у нас уже был сделан. Я, например, очень давно не рисовала вензелечки, да? Потому что я стараюсь сделать. Я стараюсь сделать это не спеша, не торопиться. Не торопиться. Можно тщательно ничем превратить вот так в листики. Пусть тут вообще листик останется. Можно подсушить. Так, подсушиваем, может быть, ну, две секундочки, пять секундочек. И дальше начинаете. Можно кисточку, кстати, поменять. Смотрите, видите, здесь вензелечек очень большой. Мне хочется, чтобы он не прям такой листообразный был. Для этого я беру кисть толще. Вот я тебе беру нолик. Сейчас я ее промою чуть-чуть. Я, кстати, поняла вчера. Прикиньте, что я забыла часть шермиконов. Вообще дурында. У меня нет очень много шермиконов. И меня прям это бесит. А поэтому столько росписи вам показываю. Спасибо. Спасибо. Ой, простите, вышла из экрана. Видите, с жирной кисточкой наметила. Спасибо. Спасибо. Вот так нам большая кисточка облегчает жизнь с одной стороны. И тоже можно подсушить чуть-чуть. Снова берите толстую кисточку кругленькую. У меня, правда, кучик в чем-то. Сейчас, если досмотрите видео до конца, я покажу вам, как кисти чуть-чуть убиты. Попытаться из них что-то сделать. Это касается синтетики. Синтетика, она такая достаточно капризная. Ее тяжело восстанавливать, если вы хранили неправильно. Я сейчас не говорю о сполимеризованности, потому что, если уж сполимеризовали, то все. Сполимеризованные кисти, конечно, они уже не восстанавливаются. Сейчас я вам в конце видео расскажу. Кстати, расскажу, как хранить их, потому что очень часто мы просто смачиваем не в том составе, и кисть поэтому портится. Так, давай теперь подсушим чуть-чуть, и перейдем теперь уже на худую кисточку. Да, все жирненькие элементы сделали. Теперь перейдем уже на элементы похудея. Можно чуть-чуть подсушить. Да, есть такой момент очень важный, когда мы кисти в конце работы, в конце рабочего дня там в чем-то смачиваем, чтобы она у нас дальше лежала, хранилась там где-то в пенале. Мы допускаем одну. Но я не сказала бы, что это прям вот ошибка. Нет. В принципе, так тоже можно делать. Но если, например, вы не знаете, сколько по времени у вас кисть потом пролежит в нерабочем состоянии, как раз может пойти обратная такая штучка, как процесс полимеризации и засыхания из-за состава, в котором вы смочили кисть. Поэтому я расскажу, что есть состав, в котором мы когда смачиваем 100%, хоть год кисть пролежит, и вы за нее забыли, или так долго не рисовали, с ворсом ничего не произойдет. Так, подсушим. Ой. Подсушим. Кстати, чем еще хороша им паста, мы сейчас можем сушить, например, 2 минуты и где-то пройтись в повторе. Повторно добавить объем. Ну, не объем, имеется в виду, повторно роспись. Наливать им пасту нельзя. Здесь еще у нас техника nail crust, в технике nail crust, там есть тоже прикольная такая тема, когда прям получается очень фактурная роспись, очень красиво смотрится, и при этом она идеально просыхает. Вот так вот мне захотелось такую штучку добавить. А, еще один у нас элемент остался незаконченный, сейчас, секундочку. Вот здесь я не заметила. Чуть-чуть добавили. А, еще вижу, еще вижу, что мне нужно, хочется подправить вот в этом месте. Давайте-ка, молод, в этом месте. Все, теперь 2 минуты сушим. Прямо 2 минуты, 3 минуты. Чем больше времени вы потратите на пересушку, вот прям пересушить эту им пасту, тем лучше она у клиента будет стоять. Понятно, что здесь вот можно стразики добавить. Вот, ну вот у меня были бы черные стразики, я бы, может быть, добавила. А у меня, хотя у меня там хамелеон вроде были. Сейчас посмотрим. Ну, кто-то напишет, боже, какой колхоз, это что, это еще делают? Не поверите, есть клиенты, которые еще делают это. И самое удивительное, это клиенты с большими деньгами. Вот так вот вам. Это у меня девочка работает в салоне. Работает она там, наверное, лет 18. Самый старый мастер в нашем салоне. И я иногда ловлю ее клиентов на ресепшене и смотрю, что она им делает. Она им лепит морды Шрека. Последний раз видела, она такие морды гномов лепила. С такими лапами, с носами, с красными шапками. Понимаете? И это клиенты кому? 50-60 лет. Клиенты с очень большими деньгами. Понимаете? Поэтому Говорить, что они колхозные или еще что-то. Нет, это обычные офисные работники, которые, понимаете, ходят с утра до вечера в костюмах строгих, однотонных. И через маникюр они просто отрывают себе душу. Понимаете? Смотришь, и душа радуется. Ну, сюда бы, конечно, лучше бы черные стразики подошли. Ну, так как у меня их нет. Нет, девочки, это полностью ручная роспись. Обязательно после того, как эфир выложится, пересмотрите. Мы здесь начинали с подмалевка, которую делали внутри финиша. А уже тонкие элементы серой эмпасты мы делали сверху финиша. Итак, я вам обещала в конце видео, кто досмотрит, рассказать, что делать с кисточками. Вот у вас в пинале лежат кисточки. Вы давно ими не пользовались. Пинал еще часто бросаете открытым. Туда летит пыль. Я, например, вот такая неаккуратная девочка, я теряю постоянно колпачки от кисточек. У меня еще эти кисточки без колпачков. Это еще ладно, знаете, если у вас они в колпачках лежат. А у меня это все там в плюке валяется. Что я делаю? Я беру сначала, протираю обезжиривателем кисть. Она, как правило, у меня там, знаете, такая поддубевшая, задубевшая. Лура Андреева. Спасибо тебе большое, кошечка моя. Ты меня поддерживаешь. Да, видите, тяжело начинать на новом аккаунте, когда охваты очень низкие, просмотры маленькие. И, как знаете, мотивировать себя чем-то. Обычно мотивируешься количеством просмотров, а здесь, когда просмотры очень маленькие, тебе каждый раз лень идти делать эту работу, потому что охваты маленькие. Вот, но они-то рано или поздно вырастут, если это будут делать, например, в течение года системно. Если соблюдать систему, количество повторений рано или поздно будет результат. Но только когда этот результат будет? Через полгода, через год, никто не знает. Вот, поэтому спасибо тебе большое за поддержку. Значит, я обезжирила, обезжирила. Дальше я беру ультрабонд. Где мой ультрабонд? Смотрите. Они еще бывают, знаете, синтетика, когда портится, начинает. Она торчать начинает. Берем ультрабонд. И смачиваем в ультрабонде. И можно дать полежать этим кисточкам в ультрабонде там одну минутку. Вы прям вот видите, что не склеивается, торчит кисточка. Да? Вот можно подержать в ультрабонде. Вот там чуть-чуть ей полежать. Дальше мы с вами берем... Сейчас я покажу, что мы берем. Мы берем любой скульптурный гель. Мы берем любой скульптурный гель. Ультрабонд это не дегидратант. Это праймер. Это грунтовка для лучшей сцепки искусственного материала с натуральными ногтями. Понятно? Это грунтовочный материал. Это праймер еще по-другому. Угу, все, поняли. И дальше мы берем, смотрите, любой классический гель. Это может быть база, это может быть скульптура, это может быть финиш, например. Это может быть, вот, например, в Эйми есть классика жесткие гели в бутыльках, да, вот гель систем. Это можно взять что-то вот из этих черных бутыльков. Вот все, что у вас есть классическое, даже старые и, может быть, какие-то дешевые гели, там не имеют в этом случае значения, вот, что я ультрабонд остатки убираю, убираю и смачиваю, смотрите, в классический гель. Вот я смочила, смочила, тщательно прям промокнула, чтобы вот прям кисточка пропиталась, пропиталась. Все, и просто излишки вот так слегка убираю, но чтобы вот гель остался в орсе. Все, так, готова кисточка. Все, и вот здесь то же самое. Смотрите, вот она должна остаться в геле, эта кисть. И вот таким образом кисти могут храниться хоть год, и им ничего не будет. Естественно, желательно надеть колпачки на кисточки, но у меня аж у козы ни одного колпачка нет, понимаете? Мне безобразно валяются вечно эти кисти. Понятно? Есть вариант, когда мы так тоже часто показываем, что можно взять любой гель-лак прозрачный. Но в чем недостаток? В чем разница, если смочить кисточки в гель-лаке прозрачном или смочить в прозрачном геле? Гель-лак имеет такую особенность. Вы это замечали, что даже если вы на палитру выкладываете, там буквально 30 минут проходит, часик, и гель-лак подсыхает. И вот в этом как раз недостаток, что если вы кисти смочили в гель-лак, понятно, что если вы часто работаете ими, ничего страшного не произойдет. Вы этого даже и не заметите. А если, например, вы положили кисти в пенал, смоченные гель-лаком, и, например, давно не работали ими, вы, например, через полгода берете эту кисть, даже там через 2 месяца, а она дубовая. Она не просто дубовая, она, знаете, такой эффект слегка сполимеризованности. Вот, поэтому я рекомендую кисти смачивать в классических гелях, а не в гель-лаках. Хотя в гель-лаке тоже имеет место быть, но лучше этого избегать. И есть еще вариант, когда, например, смотрите, кисть тоже в какашку, такая прямо вообще торчит такая, в точку не сходится, и вы такая бедная, не знаете, что с этой синтетикой делать. Есть еще вот такой вариант. Сейчас я вам покажу. Ой! Значит, берем... Что я сделала? Что мы делаем? Мы берем горячую воду. Это тут не смотрите на мою грязную посыпку. Берем горячую воду, кипятим. Ну, желательно, чтобы она была не кипяток, а градусов 80-90. И вот это испорченная синтетика. То же самое можно с колонком, кстати, делать. Не обязательно это должна быть только синтетика. Вот, просто синтетику тяжелее реанимировать. Очень тяжело. Если кисть синтетика сполимеризована, все, ее можно выкинуть. Забыть, в принципе. Можете ее даже не пытаться восстановить. Это я... У меня стресс, я подаю. Если, например, ученик в лампу типс положил, а кисточку прямо перед лампой положил. Все, это будет. 20 секунд достаточно. Кисть можно уже убирать в мусор. Выкидывать. Нет, не кипяток. Смотрите, 80-90 градусов. 80-90 градусов. Так вот моя водичка закипает. Сейчас мы возьмем вот так кружечку. Берем кружечку. И вот у меня одна как раз кисточка такая слегка испорченная. Так, ну у меня правда она закипела. Я думаю, ничего страшного. Сейчас. Налили. Теперь берем испорченную кисточку. И смотрите, кисть опускаем по металлический цоколь. И держим, ну, одну минуту, например. И синтетика, и колонок, они выравниваются. Я не скажу, что прям это поможет всем абсолютно кистям. Случаи бывают разные. Но вот тот случай, как у меня происходит, например, часто. Видите, у меня нет колпачков. Я пока, например, кисти довезу. Там, например, двое суток я добираюсь. И в чемодане вот эти кисти, они все вот так вот, видите, гнутся. И все вот в таком непонятном согнутом состоянии. Если вот такой вариант у вас произошел, или кисточку закрыли неправильно колпачком. А, кстати, кисти в гель-лаке тоже так же можно исправлять. Потому что, вот особенно в Эйме так бывает, у нас же овальные кисти, они широкие. Например, если мастер работает неаккуратно, и вот это вот, вот так вот пихает туда-сюда. Например, у кисточки тоже могут здесь вот торчать какие-то ворсинки. Вы ничего не можете сделать. Тоже кисть очищаете, опускаете вот так в горячую воду, держите. Потом смачиваете обратно гель-лаком и опускаете крышечку. Так, понятно, что еще вот этот лайфхак. Перед тем, как наносить ультрабонт, можно кисточку опустить в горячую воду. Вот, если было полезно, пишите в комментариях. Роспись обязательно повторите. Кто давно не рисовал, всем рекомендую пройти курс азбука линий. Вообще, курс азбука линии рекомендую проходить хотя бы раз в два года. Неважно, как давно вы учились, я даже по себе вижу. Вот я вензеля не рисовала, наверное, год. Я вот рисую, а чувство у меня как бы так, знаете, ну нет легкости. А представьте, это я художник с высшим образованием, который там с 10 лет рисует. Год не рисовала вензелечки на ногтях. И то мне сложно. Вот, поэтому всегда нужно периодически какие-то вещи повторять. Я не говорю повторять это каждый день, но раз в год, например, раз повторно прошли. Вот, ну на этом, наверное, все. Мастер-класс наш подошел к концу. Хочу я сейчас еще раз типсик покажу поближе. Можно сфотографировать было. Вот что у нас получилось. Видите, импаста эффект красивый дает. Вы ее, если не перекрываете сверху финишем, а она слегка выпукло смотрится. А еще очень классная импаста рисовать по матовому топу. Рисовать, кстати, по матовому топу очень сложно, густой краской, но эффект поразительный получается. Очень красиво. Все, всем пока-пока. Все материалы, кстати, повешу сейчас в описании к этому эфиру. Спасибо. Спасибо.